Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Я вот после перцев обещала показать вот эти томаты и рассказать о них подробнее. И сказала, что на одном квадратном метре получилось, ну примерно по предварительным подсчетам, что получится примерно 5 ведер плодов. Сейчас я расскажу, как я это высчитала, расскажу, что это за томаты. Если кто не видел, как я их весной садила, тут неудобно показывать, близко не подойдешь, далеко не видно. Я весной показывала видео, что вот здесь на заваленках я высаживаю штамповые низкорослые томаты. Вот это у меня тут 4 сорта по 5 штук. Сейчас подробно покажу. Вот это вот 5 штук полюс, которые я совсем до лысого обрезала. Расскажу сейчас почему. Вот это вот повыше оставила немножечко макушечку таймыр. Потом идет с удлиненными плодиками 5 штук идет буян. Вот они, они. И там вот самые крупные плоды, которые уже спеют, это метелица. Скажу сразу, что я их высадила сюда просто потому, чтобы это место не пустовало. Вот эта вот приступочка, она очень маленькая, 20 сантиметров в ширину и 6 метров в длину. Это 1,2 метра квадратных. Ну, короче, 1 квадратный метр и еще 20 квадратных сантиметров, если посчитать площадь там, где они вот приютились. Посадила я сюда именно томаты, потому что ничто другое здесь не вырастет. Это северная сторона. Видите, вот на перцах солнце у меня тут. Видите, как они на солнце. А вот ту часть, как раз те 40-50 сантиметров, откидывает тень теплица через двойной слой поликарбоната. Тень довольно-таки, она такая ощутимая. Сейчас покажу вам на земле. Вот видите, какая тень. Вот солнце, а вот тень. И почти весь день эти томаты у меня стоят в тени. Перцы туда садить было бы бесполезно, они бы там не вызрели. А томаты, помаленьку-паленьку, они все равно поспеют. Это вот самый такой наш угол, самый-самый дальний угол огорода. Вот этот сарай уже соседский. Я вам говорила, что это уже не наша территория. Тут вот у меня хосты цветут. Вот такой уголок, где уже ничего такого я не сажу. Тут вот у меня перцы экспериментальные, на которые я посадила просто, чтобы посмотреть. Вот так, чисто исследовательские работы. И вот здесь же я посадила томаты. Штамбовые, низкорослые. Все сорта вам перечислила. Сразу скажу, естественно, никакого ухода за ними я не собиралась делать и не делала. Ни одной подкормки у них не было. Ничего я... Я первый раз пришла посадила, второй раз пришла, воткнула палочки. И третий раз вот сегодня обрезала. И то, они несчастные, им даже палочек не хватило, деревянных, высоких. Видите, пришлось воткнуть от сломанной теплицы вот такие маленькие палочки. И когда я сегодня пришла показывать про перец, я увидела, что случилась беда. Вот эти вот, видите, растения, они переросли в высоту палки. Зависть завязывается, она наклоняет эти кусты, и они падают и обламываются. Видите, сколько там у них уже опавших, ну как, помидор. Потому что, когда он падает, вот от удара разлетаются помидоры в разные стороны. Так как они сильно нагружены урожаем, просто не выдержали. Вот видите, этот вообще сломался, я его подвязала. И я вынуждена была обрезать не только листья, а вообще стволы с верхними завязями, с мелкими, с такими, которые только-только образовываются. Я вынуждена была убрать, потому что выковыриваются все эти палки с корнем. Они вот так накрениваются, выковыриваются. Очень большой вес плодов. Теперь им уже ничего не нужно, они уже и без листиков вызреют. И хочу сказать, что вот если полюс немножко помельче, таймыр идет покрупнее плод, вот этот буян тоже крупнее, а метелица у нас, она вообще, у нее плоды крупные, они используются, даже эти плоды, их даже используют для рыночной торговли, потому что плоды очень такие, ну, средний размер, хорошие, но не совсем крупные. И она очень урожайная, очень сильно нагружена урожаем. Видите, какие кисти прям хорошие, полноценные. Несмотря на то, что эти томаты жили у меня здесь в тени постоянно. И, как говорится, не очень-то у них были хорошие условия, созданные мной. То есть я их не подкармливала, специально никогда не поливала. Если дождь польет, спасибо, не польет, то так, но самовыжимаемость. И в результате все эти четыре сорта дали очень хороший урожай, по крайней мере, вот завязываемость. То, что они еще не покраснели, это, конечно, большей частью от того, что здесь тень. Эти же сорта, высаженные на солнце в другом месте, у меня уже поспели, я уже сделала даже один сбор урожая, но эти тоже начинают краснеть, они покраснеют. К чему я все это говорю? Вот этот приступок мой, крошечный, вот, 20 сантиметров и 6 в длину, то есть метр двадцать, с него, посадив вот такие штамбовые томаты, без ухода, без каких-то усилий, я получила 5 килограммов плодов томатов. Как высчитываю плоды на основании, ну, количество ведер и плоды на основании собственного опыта? Я знаю по прошлым годам и вообще по всей своей жизни, что вот 4 таких куста обобрать, вот смотрите, например, раз, два, три, четыре, ведро будет полностью и даже, может быть, не войдет. А так как у меня здесь кустов 20, 20 делю на 4, значит, я отсюда соберу 5 ведер. Вот, если крупноплодные считать, вот эти метелица, то тут 4 куста в одно ведро, возможно, даже и не войдет, может быть, даже и больше будет. И если бы я их принудительно, вот те первые кусты, которые ломаются, тут, видите, вот этим достались более длинные палочки, я их оставила маленько, там же они еще вяжут завязь, вот один куст, раз, два, три, четыре, пять кистей уже готовых. Шестую завязал тут, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот на этой метелице уже семь кистей, уже восьмая вон там завязывается. Так что, возможно, если бы я их не обрезала, было бы и более пяти ведер с одного квадратного метра. Для чего я все это подробно так говорю? В основном этот видеоролик направлен, конечно, для начинающих. Еще раз повторяю, не игнорируйте даже самыми маленькими кусочками земли. Вот никто, как я, наверное, не ценит так землю, потому что мы живем в городе. У меня желание вырастить много чего есть, а земли-то нет. Семь соток общая усадьба и с гаражом, и с баней, и с домом. Представьте, сколько мало остается мне для посадок моих вот таких вот. Поэтому я использую все-все-все. Используйте каждый маленький сантиметр земли. И не игнорируйте вот такими вот, казалось бы, маленькими, низкорослыми, штамбовыми, мелкоплодными томатами. Они вас выручат. На такой, на земле, на обычных грядках вырастите себе салатные, мясистые, сахаристые. А вот эти все томаты, они прекрасно подойдут для соков томатных, для леча, для суповых заготовок, для всего-всего-всего. Всякие кетчупы варить, хоть что. Ну и, конечно, если у вас лето будет теплое, если они вызрют, и томат метелится, и томат буян. Когда они полностью зрелые, они прекрасные, сладкие, вкусные томаты, их можно еще и кушать. Все. Ладно, а то меня не переждете. Я про томаты начинаю рассказывать и говорю, говорю, говорю. Начинаю их нахваливать и восторгаться, меня не переслушаешь. Короче, все. Цель вот этого видеоролика, даже на одном квадратном метре, если вы не хотите сильно заморачиваться. Вот это, я не говорю никогда для ленивых, это, считай, оскорбительное название. Для занятых огородников, которые приезжают редко в огород, а нужно побольше, хотят томатов вырастить, пожалуйста, на самые маленькие-маленькие участки садите сорта. Полюс, таймыр, буян, подснежник, там что еще у нас, а есть, ренет, челнок. Все вот эти сорта подойдут. Сюда же, там у меня в следующей теплице, сюда же подойдет даже и клуша, и демидов. Потом какие еще... Короче, сортов очень-очень много, главное выбрать тщательно, внимательно. И это все, что от вас требуется. Вырастут они сами. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Это рассказ о том, как же получить 5 ведер томатов с одного квадратного метра. Очень просто. До свидания. Продолжение следует...